Собственно говоря, как я и обещал, по достижении порогов 1000 подписчиков, а все-таки мое видео взлетело про Ту-154, как это не символично, хотя и сам он взлетел вчера в 5.20, да, или во сколько там, в 5.25 уже по уточненной информации. Во-первых, конечно же, хотелось бы сказать спасибо всем тем огромное, кто подписался на меня, кто делал репосты моего видео, кто вообще его посмотрел. Неважно абсолютно любой из тех, кто посмотрел, спасибо за все просмотры, для меня это очень важно в какой-то степени. Приятно видеть, что то, что ты делаешь, приносит какие-то плоды свои. Буду идти вперед, несмотря на все сложности, несмотря на то, что я выбрал такой формат, который априори не предполагает большого количества подписчиков. И, конечно же, как я и говорил, что на 1000 подписчиков я наконец-то отвечу на самые злободневные вопросы, которые очень часто появлялись под моими видео. Кроме таких, как? Вот сейчас сразу же расставлю все точки над «и». Значит, самые популярные вопросы, которые часто появлялись, на них, на все, на все эти комментарии я отвечу разум. Касательно того, что почему ты в маске, сколько тебе лет, ебал ли ты когда-нибудь бабу, где ты работаешь, где ты учишься, сколько ты зарабатываешь. Почему я одеваю маску? И конкретно все пишут, ты назвал, допустим, канал «Мальчик маски», хотя это не маска, это балаклава, кто-то говорит, что это подшлемник. В общем смысле слова маской можно назвать все, что скрывает твое лицо. На этом как бы порешили, я думаю. Если бы у меня была цель конкретно скрыть свою личность, свои данные, конкретно скрыть, кто я, для того, чтобы меня не нашли и так далее, то я бы, скорее всего, делал канал таким образом, чтобы там был только мой голос и вообще себя бы не показывал ни в каком виде. Это первое. Маску я одеваю всего лишь по небольшому количеству причин, на стримах я об этом неоднократно говорил, но раз люди интересуются, но прибывшие на мой канал, которые на стримах моих не были, я позиционирую на сегодняшний момент свой канал из самого начала, как канал, попадая на который люди будут узнавать какую-то информацию. У этой информации лица нет, она безлична. Именно поэтому я скрываю свое лицо, чтобы людям было сложнее как-то хотя бы чуть-чуть оценить, кто это говорит конкретно, что это за личность, которая рассказывает и выдает эту информацию определенную, неважно какую, сейчас об этом я чуть дальше начну говорить. Поэтому я скрываю свое лицо, чтобы не было никаких предрассудков и размышлений о том, кто это говорит, или, по крайней мере, они в какой-то степени сводились бы к минимуму. Понятное дело, что есть голос, понятное дело, что можно приблизительно оценить возраст и так далее, но все-таки я этим показываю, что я на своем канале, на вот этом вот, на котором вы сейчас находитесь, смотрите это видео, я не пиарю свою личность конкретно. Это канал не про человека, как, допустим, есть популярные каналы всяких видеоблогеров, которые сегодня в топе ютуба, это, допустим, вот почему-то первым приходит новым дневник хача, и ему подобные каналы, где человек показывает себя, показывает свою жизнь, то есть влоги пилит, как там это правильно называется, я, честно говоря, даже не в курсе. Он показывает себя, я показываю не себя, я рассказываю вам что-то, но при этом, да, я мелькаю на экране, потому что все-таки порядка 70% информации человек получает визуально, ему все-таки охота что-то видеть во время того, когда ему что-то рассказывают. Вторая причина, почему я одеваю маску, она заключается, она гораздо более банальная, потому что, как я уже сказал выше, я рассказываю не о себе на своем канале, и, скорее всего, кстати, именно по этой причине влоги я больше пилить не буду, потому что это, в принципе, нахуй никому не нужно, никакой у меня жизни нет, скажем так, потому что я сыч, поэтому, в принципе, там рассказывать не о чем. Но я опять начинаю отступать от темы, это очень большой мой недостаток, и об этом, опять же, я сегодня расскажу вам в этом видео. Значит, я не показываю свое лицо, потому что у меня просто-напросто не кинематографичный ебальник, понимаете, он не фотогеничный, у меня не такое лицо, допустим, я не девочка, как Катя Клэп или Саша Спилберг, который может измазать все свое ебло и в камере выглядеть хорошо, хорошо выглядеть на видео, приятно, как для женского пола, так и для противоположного, кто ее смотрит, мужского. Поэтому люди, когда вводят какой-то поисковый запрос или заходят в топ ютуба первый раз, такое вообще бывает, они видят красивая личика, милая какой-то девочки, переходят на это видео и смотрят его. Я не из таких. Я прекрасно оцениваю свои возможности, я знаю, что ебло у меня не из таких, которым нужно светить на ютубе и светить вообще на камеру. Опять же, исходя из того, что мой канал не про мое ебало и не про меня, в принципе, вам его видеть и не нужно. Вот две причины, по которым я, значит, ношу маску. Что касательно других вопросов по поводу того, сколько тебе лет, лет мне чуть больше 18, я говорить сколько лет мне не буду, это мой такой личный бзик, я даже людям, с которыми в реальной жизни общаюсь, не говорю сколько мне лет, потому что считаю, что им это абсолютно не нужно знать, точно так же, как и вам. Значит, что еще дальше по поводу того, ебал ли бабу или нет? Я отвечал и рассказывал про это в самых, по-моему, вторых или первых ответах на вопросы. Перейдите на моем канале и посмотрите, ебал ли я бабу. Живу один? Да, живу один в квартире, вы сейчас можете слышать. Я вот специально даже не буду, наверное, обрабатывать звук немного в Adobe Audition, чтобы убрать эхо. Я живу один в однокомнатной квартире абсолютно уже в течение нескольких лет. Кем работаешь и так далее. На данный момент не работаю никем уже в течение порядка 4 месяцев. По определенным причинам про это я буду делать видео. Трудоустройство в Российской Федерации и там поконкретнее про это расскажу. Это бессмысленный вопрос, вам абсолютно это не нужно знать для того, чтобы быть подписанным на мой канал и слушать, и смотреть то, о чем я вам рассказываю. Вот, собственно говоря, и все. Значит, дальше начинаем переходить уже больше по теме. Больше по теме начинаем переходить. Вот как выглядят обычно сценарии к моим видео. Не знаю, фокус там настроился. Вот так вот выглядят сценарии к моим видео ко всем. И, в принципе, это небольшой сценарий на этот видос. Здесь я написал основные моменты, о которых я буду рассказывать. Первое, о чем я хотел сказать в этом контексте, это что из себя представляет мой канал. Каналы представляют, значит, те, кто подписались сразу, наверное, уже могли увидеть некоторые закономерности в том, как я делаю видео, свои выкладываю на канал. Они делятся, в принципе, на несколько типов. Влоги – это тот тип, скорее всего, который сегодня уже отмирает. И дальше продолжать я это делать не буду, потому что, в принципе, тем, кто подписался на мой канал, абсолютно похуй, что-то у меня в жизни происходит. Потому что, собственно говоря, и нет. Можно выделить, скорее всего, три типа. Три типа. Первый тип, наиболее приоритетный, который позволяет на сегодняшний момент моему каналу развиваться – это информационный тип. То есть, в какой-то степени я выдаю информацию о каких-то вещах, в которых, естественно, я считаю, что я разбираюсь об этом чуть поподробнее дальше. Это какие-то технические моменты, видео, в которых вы будете узнавать какую-то информацию. Это информационные видео. Второй тип видео – это такие разговорные видео, где я буду рассказывать о какой-то хуйне, в которой нет никаких четких критериев. Это такие видеорассуждения. Вы могли заметить, что в них я снимаю себя приблизительно по грудь. То есть, для того, чтобы вы могли видеть, как я жестикулирую, и так далее, и тому подобное. Это видео, в которых нет какой-то конкретики, там можно порассуждать, и там я высказываю свое мнение. И одно из крайних таких видео, допустим, это эксперимент мальчика в маске, чего хотят женщины, потом про гомофобию, порт вреден и всякие такие. Там я высказываю свое мнение. Третий тип видео – это где я рассказываю истории из своей прошлой жизни до того, как я стал нолайфером. Какие-то интересные вещи, на мой взгляд, которые со мной происходили. А там я, как правило, рассказываю сидя это все. Ну вот, значит, три типа видео. Теперь поподробнее о том, где больше всего возникало вопросов, и на эти вопросы я сейчас буду отвечать. В общем, сейчас я буду говорить о том, что я запомнил, и о том, что действительно, на мой взгляд, является самым интересным. Значит, первое такое видео, где стали возникать вопросы, интересные, на которые я вижу смысл отвечать, это видео, связанное с Марсом. Там пришли люди, которые, вероятно, что-то понимают в этой теме, по крайней мере, у меня создается такое впечатление. И это очень приятно, когда я делаю такие видео. Но, опять же, сделаю такую небольшую ремарку. Я эти видео делаю для тех, кто вообще нихуя в этом ничего не понимает. Человеку просто хочется узнать, он набирает запрос и попадает на мое видео. Ну, это в идеале, я так об этом думал. Приходят люди, которые что-то в этой теме понимают, и, естественно, вставляют свои пять копеек, и начинают, значит, писать разные вещи. Конкретно видео о Марсе. Больше всего там возникло вопросов по поводу того, что я сначала вообще сам не понял, почему там возникают такие вопросы, пока сам это видео потом не посмотрел уже. Спустя время, после того, как на мой канал стали переходить люди, благодаря видео про кузнецов, там стали возникать такие вопросы, что он не знает физику, он думает, что оптический сигнал движется быстрее радиоволны. Что я могу сказать и почему это происходит? Во-первых, я не зря вам показал вот эту вот бумажку. Так выглядят сценарии, если их можно так назвать. Большинство моих видео, вот таких вот информационных, где я рассказываю о каких-то вещах, я почти к ним абсолютно не готовлюсь. Почему? Ну, я не знаю, это вопрос такой дискуссионный. Наверное, в будущем я буду готовиться лучше действительно к видео. И со своего вот этого аккаунта, на котором у меня зарегистрирован мальчик Маски, мой аккаунт, мне иногда советуют некоторые видео. Вот мне посоветовал видео Артура Шарифова, значит, о полете на Марк. Я его посмотрел и понял, что человек, как Артур Шарифов, не конкретно, я потом про него погуглил, посмотрел его канал, я понял, что он очень хорошо по сравнению со мной, что очень важно, разбирается в математике. И, в принципе, он с этого свой канал и начал. Но человек абсолютно ничего не смыслит в ракетно-космической технике, в ракетно-космической отрасли, во всем, что с этим связано, и рассказывает о полете на Марс, при этом нихуя абсолютно в этом не понимая. У меня от этого, скажу честно, подбомбило очко. Решил сделать видео, в котором пояснил, по-моему, кратко и понятно, почему полет на Марс в ближайшее время просто-напросто невозможен. Никто, конечно, вам не запрещает запустить союз, тот же самый, посадить у него трех человек, пристыковать к нему, к примеру, 20-тонный модуль, запущенный с помощью протона, в котором будет еда, потом запустить еще один модуль, как разгонный блок 20-тонный, и просто пульнуть на траекторию к Марсу этих троих человек. Ну, в таком виде полет на Марс возможен, конечно, но все прекрасно понимают, что они туда, а, не долетят, и, б, они оттуда не вернутся. Я решил сделать видео, в котором бы все это как бы короче объяснил, и выглядит это так. Значит, еду я в маршрутке и думаю, о чем я буду говорить. Я прихожу домой, поднимаю вот этот вот штатив, остановлюсь перед ним в такую стойку, где видно только мое ебало, потому что все остальное вам видеть не нужно в этом видео, и начинаю рассказывать, значит, все, о чем я думаю. В итоге получается материалы приблизительно при таком раскладе минут на 40, это где-то 15 гигабайт дискового пространства. Затем я начинаю просматривать все то, что я говорил без сценария, и моя главная проблема состоит в том, что я начинаю рассказывать постоянно, и вы могли заметить это даже сейчас, я перескалькиваю с одной темы на другую. И конкретное видео с Марсом была такая ситуация, что я очень много сосредоточился, во-первых, а, на ракетах-носителях, я потом это вырезал, и очень много сосредоточил внимания именно на системах связи. И здесь вот мы подходим к самому главному, почему у людей стали возникать вопросы. Когда я потом посмотрел свое видео, и то, как я нарезал материал, который я говорил, естественно, без сценария, и вообще не систематизировано в какой-то степени, мои слова выглядели так, что я сказал, как будто если мы будем использовать оптические системы связи, то мы быстрее будем получать информацию, и там прозвучало такое слово, как мгновенно. Если бы вы посмотрели все видео полностью, это целиком и полностью, конечно же, моя вина, ни в коем случае не тех комментаторов, которые меня так поняли, и действительно, если со стороны прийти на это видео посмотреть, я бы тоже так понял, что я выразился так, и это выглядело так, что если мы будем использовать оптические системы связи, мы будем быстрее получать информацию. Я прекрасно знаю о скорости радиоволны, и о скорости света, что они, в принципе, равны в вакууме, при всех прочих равных. Это очевидно и понятно всем, но как правильно там написал один комментатор, тут и добавить нечего. Речь шла, и я об этом очень много там рассказал, приблизительно минут 10, но я их потом вырезал, потому что, как я уже говорил выше, предполагаю, что люди, которые будут приходить по запросу на мое видео, им, в принципе, такие технические детали не интересны. Я очень много рассказал, там, порядка 10 минут, опять же, 12, по-моему, о оптических лазерных системах связи, что они действительно имеют преимущество в том, что можно с той же скоростью, как и радиоволна, передавать гораздо больший объем данных. То будет очень критично при полете на Марс, когда нужно будет передавать не только телеметрию, а, скорее всего, и видеосигналы, состояние экипажа, какие-то сообщения от него, еще много-много-много разных вещей, о них можно рассуждать больше, что, в принципе, оптические системы связи при таком раскладе, при том уровне технологий, которые сейчас у нас есть, будут более выгодными при полете на Марс. В конце я подытожил, что все-таки, даже несмотря на это, у человечества абсолютно нет на сегодняшний момент технологий по быстрой передаче данных с меньшей задержкой сигнала, чем при радиоволне, чем при оптической системе передачи данных. Поэтому получилась такая непонятка и несрастуха, называйте это как хотите. Впредь я буду, наверное, все-таки пытаться писать какой-то сценарий, чтобы более систематизированно выдавать материал, из 40 минут сделать 17, чтобы это было смотрибельно. Потому что на сегодняшний момент на YouTube существует такой механизм, это удержание аудитории. Его добавили, кстати, не совсем уж и недавно, по-моему, полтора года или два назад. Сейчас определяющим фактором даже не столько являются лайки, сколько, конечно же, количество просмотров, от которого никуда не уйти. Но этот механизм обходится с помощью всяких сайтов, типа VKMix и так далее. Но самый главный механизм на сегодняшний момент, который очень сложно обойти, это удержание аудитории. И именно этим я руководствуюсь, когда делаю свои такие вот информационные видео. Я отрезаю очень много кусков, конкретно про системы связи в видео в Марсе. Потом, значит, я дальше объясню про Ту-154, про F-35, мое видео. Там тоже я очень много вырезал чего. И поэтому, получается, такие моменты, значит, про Марс я объяснил комментатору тому, который действительно грамотно, красиво все это расписал. Ну, это, в принципе, вполне известные вещи. Мне очень приятно, что есть такие комментаторы, которые действительно понимают, о чем описано. Ну, а те долбоебы, которые просто писали, что я не понимаю о природе происхождения света, да, корпусулярной, волновой теории света. Но это все люди проходят в восьмом классе. Если бы я такую хуйню не знал, то поверьте мне, я бы такими видео и вообще не занимался. Как, кстати, большинство на Ютубе делает, вот аналитиков, особенно с РЕН-ТВ, которые элементарно в таких вещах они разбираются, но при этом позиционируют себя как эксперта. Я в других видео решил писать мнение эксперта, оценка боевой эффективности экспертом. Но разве вы не понимаете, что это тонкий троллинг? Вот, неужели приходится объяснять вам такие вещи, что когда я пишу, что я эксперт, я троллю тех, кто действительно позиционирует себя как эксперт и при этом нихуя не понимает. Я бросаю им вызов, понимаете, бью им перчаткой по лицу, вызывая их на дуэль. Когда-нибудь наступит такой момент, когда у меня будет больше подписчиков на канале, я их всех нахлобучу, этих экспертов из РЕН-ТВ и всех остальных в тех вещах, в которых я действительно разбираюсь лучше, чем они. самолет полетел. Дальше стоит разобраться на вопросы к таким видео популярным. Это Навальный и про эксперимент, и про Ту-154, и про F-35. Давайте по порядку начнем про то, что эксперимент мой про женщин. Там стали возникать такие вопросы в группе у одного подписчика с никнеймом Элизабет Энлиль или как-то так. То есть активно отписываться в группе по сравнению с другими девушками, которые там состоят в моей группе ВКонтакте. Вопрос по поводу того, что меня обидела девушка и по поводу того, что я неадекватен в общении с другими девушками и так далее. Ну, как можно ответить на этот вопрос-то так, чтобы уже не возникало последующих никаких вопросов. Никакая девушка меня в жизни никогда не обижала. Я такого не припомню. Меня обидеть вообще крайне тяжело, потому что, если бы я обижался, скорее всего, 10 лет в интернете не продержался, складно как получилось, значит, ни одну другую девушку я в жизни своим пальцем не тронул, что я там как-то жестоко отношусь к девушке. Ни разу в моей жизни не было такого, что я познакомился с девушкой с той лишь целью, чтобы проникнуть ей членом во влагалище, а потом ее бросить. Ребята, которые пользуются своим положением и ебут девушек направо и налево, а потом их бросают и не продолжают с ними отношения. Вот они по-настоящему жестоко относятся к девушкам и про них, наверное, можно сказать, что они какие-то женоненавистники и таким образом девушкам мстят. Почему мне говорят в комментариях, там неоднократно такое появлялось, что я женоненавистник, из-за того, что я с девушками общаюсь по скайпу, задаю им однотипные вопросы для того, чтобы потешить свое самолюбие. Вот для чего я это делаю? Да, признаюсь вам честно, поскольку я себя позиционирую все-таки как честного человека, этот эксперимент с опросом 100 девушек я затеял именно потому, что я тешу свое самолюбие. Вот, я люблю себя, я эгоист, это правда, я это никогда не отрицал. Я прекрасно знаю, что мне эти девушки будут отвечать, но я просто хочу подтвердить это на практике. А что касается какой-то ненависти к женщинам, я уже повторюсь опять, никогда в жизни ни одной девушке ничего плохого я не сделал. Ни одну девушку без презерватива я не выебал и не бросил. Я не бросил ни одну девушку с детьми и уж, естественно, никакую девушку я не убил, не изнасиловал и даже пальцем не тронул. Вот, как-то так я могу ответить на этот вопрос. В принципе, если у кого-то еще там остались какие-то вопросы по поводу того, что я женоненавистник, из-за того, что я с девушками разговариваю в скайпе, они ведутся на картинке подкачанного парня, молодого, красивого в какой-то степени, хотя мне сложно судить о том, что такой красивый парень. Это их проблемы, как я уже говорил, поэтому, в принципе, больше говорить на эту тему я, скорее всего, не буду. А если у кого-то из вас еще остались вопросы по этому поводу, приходите на мои стримы, подписывайтесь на мою группу ВКонтакте и там уже у меня на стриме задавайте вопросы по поводу того, что у меня женоненавистник, зачем я это делаю. Я могу еще 20 раз это объяснить. По поводу Навального в моем видео, что я хотел в этом видео сказать, если некоторые долбоебы этого не поняли. Алексей Навальный такой же, как и те, на кого он делает свое видео разоблачение в кавычках. Это первое, что я хотел сказать. Его отличие состоит лишь в том, что он не способен, как те люди, на которых он делает компромат в виде видосов на своем ютубе, он не способен находиться, как они у власти, соответственно, он в этом им проигрывает, потому что они смогли добраться и находиться в власти на таких постах, а он не смог. Во всем остальном он точно такой же. У него точно так же есть левые какие-то, значит, статьи доходов. И элементарно, кстати, могу вам задать вопрос защитникам, скажем так, назовем вас так, Навального, кем он официально работает и что у него написано в трудовой книжке. Отсюда у меня, соответственно, возникает вопрос, откуда у него деньги на всю ту хуйню, которую он делает, начиная с 2013 года или когда это было, когда он устроил концерт в поддержку, значит, самого себя, если его так можно назвать, где арендовал сцену и все остальное. Прайс-лист на эту сцену и на всю это выступление он есть в интернете, он гуляет, вы его можете найти, это не секрет. Там, в принципе, получилась цифра в 18 миллионов рублей и линки вроде на это я оставлял под видео с Навальным или нет, я уже не помню. Если вы думаете, что Навальный действительно на все свои расходы, которые ему нужны, начиная от аренды помещения, как он говорил в своем видео, личный водитель и автомобиль, там все взбесились про этот фрилендер, я прекрасно знаю, сколько он стоит, но опять же, большинство подписчиков моих, скорее всего, ездят на маршрутках, так же, как и я. И для меня фрилендер это в какой-то степени дорогая машина, потому что новый фрилендер, он стоит там в районе 2 миллионов рублей, зависит от комплектации. Это не суть важна, суть состоит в том, это одна из тех статей маленьких-маленьких всего, о которых Навальный официально не отчитывается. Если вы правда думаете, с чего я начал, что Навальный и все эти деньги, которые он тратит на все, что он делает, начиная от производства роликов и оплата работы оператора, элементарно, и заканчивая концертами, которые он встраивает, аренда и офиса, помещения в Москве и так далее, и так далее, и зарплаты всех сотрудников. Все правда думаете, что это с Яндекс.Кошелька все происходит, и этот Яндекс.Кошелек контролирует какой-то еврей, который на передаче Minife Live как-то очень скользко не может ответить ни на один вопрос, когда ему задают какие-то конкретные вопросы. Этот видос вы тоже можете найти на Ютубе, он, кстати, по закрытой ссылке я его публиковал в своей группе ВКонтакте. Если вы правда думаете, что Навальный все эти деньги берет с Яндекс.Кошелька, что я вам могу сказать, то вы ебаные долбоебы, и объяснять мне вам больше нечего по этому вопросу. Я как вам уже сказал, что Навальный он такой же, как и те, на кого он делает компромат, просто денег у него меньше. Это раз, раз уже многие либералы и люди, которые ненавидят, ненавидят, по-настоящему ненавидят современную власть в стране, какой бы она ни была, но она власть. И Навальный помогает людям, он кандидат от народа. У меня к вам, опять же, возникает один вопрос, в комментариях к этому видео ответите на него, пожалуйста. Вот многие там писали, что Навальный, он был инициатором судебных разбирательств в отношении госкорпораций, таких как Роснефть, Газпром, потому что он выкупил их акции, опять же, на какие деньги? А выкупил их какую-то часть, долю процентов акций, потом начал говорить о том, что они непрозрачно работают, не рассказывают схемы, свои работы, и я акционер, я должен знать, и значит, он вообще в сторону правительства, иск там чуть ли не на Путина подавал, и вот этими судебными делами, вот кто так делает, как он, вот он такой от народа. Блядь, я даже не знаю, что ты говоришь, вот я вам честно скажу, что для 95% из вас, и я вхожу в эти 95%, скорее всего 99%, в моей жизни абсолютно ни в кое не изменилось, от того, что Навальный подавал в суд на Путина, и на кого-то там других подобные дела. Вот вы скажите, кому он этим помог? И в комментариях мне напишите с пуфами, кому из вас он помог тем, что он подал там на кого-то в суд. Вот честно, давайте будем рассуждать от противного. Нихуя в жизни россиян не изменилось с того момента, как он в 2013, еще в 2011 году выскочил там на трибуну на Болотной и говорил, что мы власть там и так далее, всякую хуйню, что он сделал за 5 лет? Что он сделал за 5 лет, что я должен поверить в него, как в кандидата в президенты? Может он был где-то управленцем, когда он был, дружил как бы с человеком, который был губернатором Кировской области, его сегодня завели против него дело о коррупции и не на пустом месте, потому что он принял меченые купюры в качестве взятки. Он работал с человеком бок о бок, которого сегодня судят за коррупцию, действительно, и не на пустом месте и при этом сам обличает тех, кто якобы коррупционер. Ну, в какой-то степени, конечно же, это правда, это отрицать глупо, я это никогда не отрицал. У вас это разве не вызывает никаких вопросов? Если у вас не вызывает это никаких вопросов, ну тогда мне, в принципе, вам больше нечего объяснять, что человек, который обвиняет всех в коррупции, сам когда-то явно был замешан в коррупционных схемах, а в какой степени, это, конечно же, уже сложный вопрос, на него достаточно сложно ответить, но это факт, потому что никто из вас, я думаю, из моих подписчиков, не является советником губернатора какой-то области на пустом месте. И его туда не взяли только лишь за то, что он пишет обличающие современную власть, якобы, комментарии на ютубе. Если среди вас есть какие-то помощники губернаторов какого-то края, субъекта Российской Федерации, то вы отпишитесь в комментариях, что вы действительно честны, вы не берете взяток, вы просто так вот туда пришли по вакансии и сказали «Здравствуйте, я хочу быть советником губернатора Кировской области». И вас туда взяли за то, что вы такой честный. А если уж говорить о Киров-Лесе, то я скажу последнее на этот момент, на сегодня, что я хочу сказать о Навальном. В истории современной Российской Федерации были люди, которые действительно обладали возможностью нанести ущерб какой-то власти, которая складывалась на тот момент в стране или которая есть в стране. Я не буду называть имен и имен власти. Я просто лишь скажу, что были люди, которые отсидели 14 лет, были люди, которые повесились на галстуке в Лондоне. Это были те люди, которые действительно обладали возможностями, вероятно, в какой-то степени, повлиять на существующую власть. Так вот, если бы Алексей Навальный действительно был человеком, способным захватить власть в этой стране, неважно каким образом, даже в том плане, если бы за него проголосовал народ, как вы мечтаете, то его бы а, давно закрыли, б, давно застрелили, в, он бы давно уехал из страны. Так как ничего из вышеописанных сценариев не произошло на этот момент, можно сделать неутешительный для фанатов Навального вывод. Он просто человек, который зарабатывает деньги своим пиздежом. Ничего полезного ни для одного россиянина, скорее всего, он не сделал. По крайней мере, для меня и для большинства из тех, кто смотрит мои видео. Итак, значит, плавно перешли к крайним моим двум видосам, что касается, значит, Т-35, видео про F-35, про Кузнецовый уже все давно разжевал, как бы говорить больше не о чем. И конкретно крайнего видео вчерашнего про Т-154. Тем более, стали известны новые подробности, которые вносят некоторые корректировки в то, что я сказал. И отвечу там, конечно, на пару вопросов комментаторов, как всегда, специалистов по всем вопросам. Что касается видео про F-35, про истребитель пятого поколения, со временем будет видео про Т-50 ПАКФА. И там я расскажу поподробнее про истребитель пятого поколения, еще на примере ПАКФА. Что касается видео про F-35, значит, и про какие-то нюансы, там был один комментатор, который говорит, не надо сравнивать, значит, F-35 с МиГ-29. Вот я не понимаю, почему людям кажется, что я там что-то с чем-то сравниваю. Потому что там была вставка, где был МиГ-29, и где он взлетал фактически вертикально. Это была, значит, демонстрация того, что такое тяговооруженность больше единицы. Такой один из самых явных примеров на лету, который мне пришел в голову, который можно было показать. И про МиГ-29 я написал, что это легкий истребитель четвертого поколения, разработанный 30 лет назад, у которого тяговооруженность больше единицы. И сравнивать конкретно МиГ-29 нужно, к примеру, с F-16, в ответ на который он создавался. У F-16 тяговооруженность при нормальной взлетной массе, а нормальная взлетная масса, дорогой мой друг, пойди и погугли, это полные баки и четыре ракеты, что для легкого истребителя, так и для тяжелого истребителя. Там была написана тяговооруженность F-16, по-моему, 1,06, 1,06. Очень тяжело сделать машину с одним двигателем, но на F-16 смогли достичь такого энергомассового совершенства и молодцы. Как бы американцы умеют делать самолеты, я никогда это не отрицал. В принципе, на этой планете всего несколько стран в мире по-настоящему умеют делать самолеты. Это французы, русские и Соединенные Штаты. Все, все другие нихуя не умеют делать, кто бы что там не говорил, что касается конкретный истребитель. Ну, плюс кооперация европейская в виде Еврофайтера. И немцы конкретно там лидирующую роль играли в проектировке истребителей. Я не стал там много рассусоливать про его малозаметность, потому что это такая тема общая. Это можно делать отдельное видео. И видео про ПАКФА я больше уделю времени малозаметности. А видео про F-35 я отснял 40 минут, выложил 17, я там вырезал про малозаметность, я там вырезал про истребитель четвертого поколения, я там вырезал про управляемый вектор тяги. Вот, собственно говоря, и все, что я хотел сказать про видео F-35. Ну и переходим, конечно, к самому крайнему видосу про TU-154, к комментариям, которые сейчас летят в данный момент, пока я записываю это видео, поэтому на все, конечно же, я ответить не смогу. Но отвечу на самое главное. Что касается ошибок, опечаток, таких, которые я говорил, я крайне удивился, действительно, я это еще понял до того, как мне написал там один комментатор про попутный ветер. Конечно, это бред полный, все всегда взлетают только при встречном ветре, если нет никаких особенностей аэродрома, который, допустим, горного, который не позволяет взлетать с двумя курсами с полосы, то есть с противоположными. Что касается Адлерского порта, там все всегда взлетают на море и чаще всего ветер дует с моря, поэтому все рассчитывают на взлет на море для того, чтобы взлетать со встречным ветром, потому что со встречным ветром, соответственно. Как я допустил такую ошибку, знаете, в своем рассказе, это все опять же связано с тем, что я не пишу никаких сценариев, а моя подготовка к видео о Ту-154 выглядела следующим образом. Я утром зашел на новостной сайт и увидел, значит, что разбился Ту-154. Первая инфа, которая была, это только 5,5 километров от полосы. Написал, что я говорил, что до 900 метров нужно убрать закрылки. Это, возможно, звучало так, но на самом деле это даже и не звучало так. 900 метров, цифра, которая там фигурирует, я выложил ссылки на карты этого порта, на схемы заходов, на схемы выходов с этого порта. Их, конечно, этим не занимался, но вы можете сделать это сами. Конкретно о 900 метрах я говорил, что это наиболее частый вариант в Адлерском порту, когда воздушные суда выходят на 900 метров, высоту достигают этой высоты и с этой высоты начинают уже уходить по схеме с порта. До высоты 900 метров самолет должен уже разогнать как минимум там, допустим, 400 километров в час. Это какой-то минимум условно. До 400 километров в час, естественно, он уже все процедуры провел, которые производятся на этом этапе полета. Убрал механизацию крыла и убрал шасси. В одном моменте там показалось, что я говорил, что в один и тот же момент типа убирают шасси и убирают закрылки. Это неверно. И здесь я, скажем так, опечатался в разговоре. Можно сказать, что это делают в один момент, в том плане, что это делают в тот момент от нулевой высоты, когда самолет отрывается от ВПП, и до высоты, допустим, условно говоря, условно, все зависит от погодных условий, загрузки самолета, типа воздушного суда, до 500 метров. Я об этом говорил тоже в видео, но я это тоже вырезал. О технике, значит, работа экипажа условная. Я не говорю сейчас конкретно о каком-то типе воздушного судна, но возьмем Ту-154, она не сильно будет отличаться, допустим, от Як-42. В Як-42 три члена экипажа, хотя он создавался изначально для двух членов экипажа. А в Ту-154 четыре члена экипажа. Командир, второй пилот, бортинженер и штурман. Человек, который непосредственно активное пилотирование осуществляет самолетом, поднимает переднюю стойку шасси, эта скорость, она вычисляется, V1, V2 и так далее. Те, кто симмеры или те, кто действительно летает, знают, о чем я говорю. Сейчас не буду сильно много уделять этому внимания, значит, я охуею потом все это рендерить и монтировать. На определенной скорости поднимается передняя стойка шасси. Если обороты двигателя не падают, все работает на взлетном, бортинженер за этим следит, он диктует командиру или активно пилотирующему пилоту, будь то второй пилот или командир скорости, инженер озвучивает ее, говорит там скорость растет, 210, 220, и держит руки на рудах, 210, 220, 230, 240. Начинает отрываться самолет от полосы, скорость растет, пилотирующий, значит, человек, активный пилотированный осуществляющий командир, допустим, смотрит на такой прибор, как вариометр, который указывает вертикальную скорость, конкретно Ту-154, и на всех советских самолетах этот прибор отдельно расположен. Если он увидит, что скорость вертикальная соответствует, допустим, какой-то величине, там, 1, 2, 3 метра в секунду, и она растет, естественно, он не дает ей подниматься в большей определенной степени, потому что он такой маленькой скорости. Если дать сначала самолету, а он просится вверх при определенных условиях, такой есть момент. Пилоты и симмеры должны знать, о чем я говорю. Нельзя ему давать сильно задирать вверх, потому что можно потерять импульс, потерять скорость и потом нырнуть назад. Нужно удерживать самолет, немного выдерживать скорость вертикальную приблизительно в пределах до 10 метров в секунду. И если он видит, что скорость вертикально умеренно растет, скорость самолета приборная также растет, а у самолета, как известно, есть как минимум три скорости. Приборная, истинная и путевая. То, соответственно, он дает команду шасси. Шасси убирают сразу же непосредственно для того, чтобы дать самолету лучше разгоняться, улучшить его аэродинамическое качество. В этот момент, соответственно, можно назвать этот момент уборки механизации шасси в принципе одним, как бы одним словом. Поэтому это так выглядит. И, конечно, происходит не в один момент. Значит, убирается шасси, если скорость растет, поэтапно начинается убор закрылок. Зависит от того, с каким градусом закрылок они взлетали. 30 градусов, 15 градусов или 5 градусов закрылками они взлетали. Закрылками 30 градусов, если вообще кто-то взлетает. Так обычно, в принципе, зависит опять же от загрузки самолета, от погодных условий, от ветра встречного в конце концов, от длины полосы, если он, допустим, впритык и так далее, от многих других моментов. Поэтапно убираются закрылки. То есть сначала с 30 градусов убирается до 15. Если они видят, что скорость растет, что самолет набирает высоту, вертикальная скорость не падает, значит можно уже переходить потихоньку на чистое крыло при опять же определенной скорости. Там 340 км в час, как там один комментатор написал. Но я там скинул, в принципе, скинул ссылку на книжку подобную вот этой, вот которую у меня есть. Здесь написано о том, когда и на каких скоростях нужно убирать закрылки. Так вот, они продолжают, значит, убор механизации и уже к скорости 350 км в час они переходят на чистое крыло. На какой высоте в этот момент находился самолет, ну это уже считайте сами, зависит от вертикальной скорости. Именно поэтому весь вот этот этап полета от отрыва и до полного чистого крыла я назвал одним моментом, который убирают и шасси и убирают и закрылки. Но это не значит, что в один и тот же момент убирают шасси и убирают закрылки, понимаете? В принципе, все уже объяснил, о чем я говорил. И говорил я о таком развитии событий, потому что не было никакой информации. На сегодняшний момент, пока я записываю это видео, появилась уже другая информация, что... Поэтому то, что касается, значит, еще одного комментатора, который сказал, что я нес там какую-то хуйню, он мне, кстати, сделал замечание по поводу ветра. Да, ветер это была моя ошибка, она связана с тем, что нужно писать сценарии, а не на ходу думать, о чем ты говоришь и иногда не слышать даже самого себя, что ты говоришь, как у меня часто и бывает. Это моя такая проблема, от нее я буду избавляться, вы не переживайте. Что касается, значит, того, что авиация твоя не главная страсть, ну что я тебе могу сказать, дорогой мой друг. Я не знаю, какие ты книжки читал, когда тебе было 12 лет приблизительно, я читал вот такую вот книгу, вот такую, которая, это вторая часть инструкции по эксплуатации самолета Як-42. Вот, чтобы тебе было видно. Поэтому, что такое страсть, как бы к авиации, это тема дискуссионная, на сегодняшний момент, я, конечно, понимаю, что я здесь все уже разжевал, его рот вам положил, конкретно сделал пояснение по поводу того, что я говорил в видео о Ту-154, о технике работе экипажа я вскользь, скажем так, коснулся на взлетно-посадочных режимах, будем так называть, техникой работы экипажа Ту-154 я не знаком. Там есть некоторые отличия от Як-42, в частности, допустим, на посадке, если Ту-154 имеет возможность ручного выпуска спойлеров, на Як-42 спойлеры работают только автоматическом режиме при обжатии основных опорств их шасси, там 4 члена экипажа, там есть штурмал, там по-другому распределяются обязанности на Як-42, их 3 члена экипажа. Учитывая ту информацию, которая у меня была вчера в 11 часов, я сказал все правильно, что можно было сказать. Учитывая ту информацию, которая поступила сегодня, конечно, первую причину, о которой я говорил, то, как я ее описывал, ту ошибку, которая первая мне пришла почему-то новому, конечно, на сегодняшний момент, наверное, можно отбросить, потому что явно видно в траектории полета, что стали они возвращаться. А возвращаться они стали только из-за нештатной какой-то ситуации. Нештатных ситуаций может быть только 2. Это неполадки технические, конкретно я считаю, что это был виноват двигатель. Какой-то из двигателей, либо, может, с топливной системой что-то произошло, что сразу все 3 двигателя остановились. Такое тоже, в принципе, возможно, и в истории авиации такие случаи бывали. Либо это был теракт. Все, в принципе, а какой хуйня, ты там говоришь, что я говорил какую-то хуйню, в основном все там, ну, ты напиши в комментариях, какую я хуйню говорил. По-моему, я тебе уже все объяснил. Кстати, тебе будет больше нечего. А видео про авиацию еще будет, про катастрофы будет. Это вообще моя любимая тема. Когда-нибудь я расскажу вообще про все катастрофы, как только будет годовщина какая-то и у меня будет побольше подписчиков, я буду рассказывать еще про другие катастрофы популярно, научно популярно, если это можно так назвать. Ну да, в принципе, я на все вопросы ответил, если там какие-то еще по ТУ-154 будет, это пишет, скорее всего, какие-то белбоебые, ебучие. А, да, не забыл, тот комментатор, я тебя запомнил, который написал мне про то, про, значит, лазерную систему связи и правильно написал комментарий в тот момент, когда я уже собирался записать это видео, про то, что из Википедии, цитата, то, о чем ты написал, то, о чем было написано в Википедии про помпаж двигателя на ТУ-154, это свойственно не только ТУ-154, это свойственно всем самолетам. Типом расположения силовых установок сзади, в хвостовой части самолета, и сюда можно отнести и ТУ-154, и Л-62, и Боинг-727, и Боинг-717, и ТУ-134, и разные другие самолеты, у которых двигатели расположены в хвосте, и конкретно такие схемы, когда три двигателя, в частности, Як-42, конечно же, у которых двигатели расположены один над фюзеляжем, с воздухозаборник расположен над фюзеляжем. Это такое существует понятие, как затенение воздушного потока. Когда самолет при определенных условиях набегающего потока воздуха, при определенной скорости, и самое главное, угле тангажа, двигатель, который находится над фюзеляжем, его воздухозаборник, и носовая часть самолета затеняет воздушный поток, и двигатель, который находится, второй двигатель, конкретно ТУ-154, получает меньше воздушного потока, и конкретно кислорода в камеру сгорания, чем двигатели, которые расположены по бокам фюзеляжа. Теоретически, чем две двигатели, которые расположены под крылом. Именно поэтому на всех современных авиалайнерах все уже перешли к этой схеме расположения двигателей под крылом. Если мы не говорим совсем уж о коммерческих маленьких лайнерах где они настолько маленькие что под крыло просто засунуть двигатель не получится условно говоря учитывая габарит поэтому на ту 154 на x42 на 62 есть такое такое понятие как затенение воздушного потока но есть конкретно в руководстве полетной эксплуатации ту 154 все это описано пилоты знает прекрасно каких скоростях и на каких углах тангажа можно находиться на каких нет для того чтобы не допускать таких на случаев конкретно ты написал там про штоппер есть известный случай это пулковский рейс 12 а значит запись этих переговорах я вставил в начале этого видео про ту 154 потому что они мне нравятся наверное мазохист или маньяк или долбоеб значит как там кричал второй пилот 23-летний не убивайте меня вот как раз таки в этом случае когда они свалились штопор с эшелон почему это можно делать целое отдельное видео всем известно виноваты конечно они сами сложившейся ситуации но там есть некоторые нюансы когда ту 154 свалился в так называемый плоский штопор самый опасный из которого скорее всего вывести ту 154 не сможет даже не каждый летчик испытатель при хорошей погоде когда он видит землю там произошло вы могли слышать помпаж помпаж потому что действительно в некоторых моментах это не совсем видно на фоне облачности как самолет двигался относительно тангажа некоторых моментах когда его скорость поступательная думаю так называть не взялась до нуля потому что самолет не двигался прямолинейных вперед скажем так то соответственно при определенном угле тангажа и при такой скорости поступания воздушного потока воздухозаборники двигателя произошло затенение так называемая воздушного потока и вы могли слышать на это аудиозаписи кто и посмотрит на ютубе они кричали помпаж помпаж потому что в двигатель перестал поступать воздух перестал поступать в камеру сгорания конкретно кислород зашла остановка двигателя и здесь конкретно можно еще вернуться к моему видео f35 где я говорил о таком понятии как газодинамическая устойчивость вот это очень важное качество для двигателя особенно истребителя четвертого поколения 5 вы могли видеть неоднократно как f22 су-35 су-37 терминатор они сваливаются специально намеренно в так называемый плоский штопор управляемый потому что именно управляемый вектор тяги интегральная компоновка планера и всякие другие моменты позволяют пилотам истребители четвертого поколения 5 просто не сваливаться в неуправляемый штопор и там при этом двигатель продолжает работать это и есть такое понятие как газодинамическая устойчивость двигателя сенту 154 вы ловите помпаж при определенном угле тангажа и затенение воздушного потока и закрыли в расположении двигателя и над фюзеляжем на су-27 вы можете падать и в плоский штопор и вверх ногами блять переворачиваться чего угодно делать его двигатели в принципе не ловят помпаж у а л-31 и даже у rd-33 который на миг-29 просто колоссальные показатели газодинамической устойчивости почти на всех режимах двигатель не ловит помпаж в общем я все объяснил видео получилось сильно долгим всем удачи спасибо что подписались тысячи человек на мой канал спасибо что смотрите делаете репосты обоссылайте меня в комментариях пишите что я пидор там какой-то сперматоксикоза и так далее но просто эти люди не понимают что же 10 лет правил в интернете мне в принципе похуй вообще чем не там пишет так что всем удачи будут еще какие-то крутые вопросы действительно которые есть смысл подискутировать вот как сейчас мне было в принципе довольно интересно рассуждать на все эти темы вы подписывайтесь на мою группу вконтакте там есть темы с вопросами когда там наберется хотя бы 10 вопросов я сделал на них ответ все давайте не теряйтесь в этой жизни нахуй не теряйтесь